всем привет сегодня суббота традиционная прогулка по военному городку ручья в частности по пономарева снимаю наклейки которые порочат нынешнюю нашу власть с такими неприятными надписями всякие гербы непонятные флаги все снимаем все наклейки убираю я просто хотела высказать свое мнение по поводу того что произошло в гродно ребята видимо с бчб головного мозга напали на девчонок которые снимали вот эту вот фашистскую символику и буквально через пару часов я увидела замечательной ну то есть мальчишки я так поняла что применили силу к девочкам вот побили и буквально через пару часов я уже увидела видео задержания то есть отчаянный боец попытался сначала ну провокатор они же как обычно телефончиками своими прикрываются свои мордашки прикрывают в то же время снимают конфликт на камеру но чтобы было на нехту закинуть возможность или на тут байку так этот силовик этого дурачка шмонал как тряпичную куклу я еще такого не видела то есть моментальное искрометное задержание блин красава респект вот так вот надо работать ребята красиво вот и также меня умиляют видео искреннего раскаяния вот когда вот девочку взяли которая вела телеграм-канал призывала блокировать дороги сжечь покрышки поезда тоже там устраивается диверсии на железной дороге то есть потом уже когда сидит в отделе милиции уже искренне на раскаивается сопельки мотает на кулачок то есть в тот момент когда она деньги зарабатывает когда является таким организатором и руководителем телеграм-чата она последствиях не задумывается деньги не пахнут я предатель родины зато я получаю бабло вот особо меня конечно очень приятно удивила работа оперативников когда поймали все таки вот этого вот змогара плюнувшего в лицо журналисту то есть на месте журналиста я бы подала конечно же в суд на этого искренне раскаивающегося в кавычках сопляжуя ну такая мордаха огромная и с фонарем то есть уже поработали подрихтовали немножко ебало ему вот я бы на месте журналиста подала в суд на моральный вред то есть мало того что он раскаялся мало того что я надеюсь это будет административная ответственность штраф в пользу государства я бы на его месте еще подала в суд то есть это ненормальное поведение в здоровом обществе так себя вести ну то есть про провокатор провокатор и хочу выразить конечно большое уважение тем тем журналистам телефон разряжается на холоде мало зарядила тем журналистам которые не боятся снимать видео вот на вот этих вот митингах заряженная толпа наркотиками алкоголем то есть это же не те какие-то допустим праздники которые вот государство устраивает официально то есть проверяют техно металлоискатели и прочее то есть в толпе могут быть какие угодно люди их никто не проверял и вот эти вот журналисты они молодцы то есть они не боятся или они просто не создают всю опасность которая несет толпа разъяренная толпа то есть ребята и журналисты держитесь вообще уважаю конечно но надо чтобы с вами в толпе находилось какое-то подкрепление сотрудники милиции стабильным оружием с газовыми баллонами то есть и девочки тоже вот эти вот которые самоотверженно снимали бчб символику вы тоже думайте о своей безопасности газовые баллоны берите или допустим я у меня никаких газовых баллонах нету и у меня единственное решение это молчать спокойно в ответ на провокации этих бчб провокаторов и быстрые ноги и быстрый велосипед то есть я не знаю на что вы рассчитывали когда вы так вы конечно патриотичные девочки но вы думаете о последствиях потому что большинство змогаров они неадекватные просто вам не повезло понимаете думайте о своей безопасности в первую очередь тем более вы были двое я работаю одна вот в общем ребята те кто поддерживает беларусь патриоты беларуси пожалуйста берегите себя думайте о том какие могут быть последствия от общения с представителями бчб головного мозга всем пока берегите себя думайте о своей безопасности в первую очередь